Вас заставляли подписывать какие-то документы, состав преступления совершить? Заставлять подписывать, я же говорю, что меня заставить подписать незаконный документ очень тяжело, во-первых. Я же говорю, я еще повторю, что я работник, бывший работник налоговой службы, контрольного ревизионного отдела. Меня заставить, я в законах знаю и я соображаю, что такое подписать незаконный документ. Но был такой разговор, не со мной, а одним. После незаконного увольнения нашего руководителя, начальника управления коммунальной собственности, незаконного, еще раз повторю, увольнения, к нам наше управление полностью поддавалось обработке. Все члены, все работники управления, от главных специалистов, от специалистов и вплоть до заместителей, была обработка. В каком плане? В частности, Куницкая, это первый заместитель, которая курировала наше управление и курирует, наверное, сейчас. При моей инвентаризации, при моих докладах, когда я приходил, докладывал, что я делаю, что я после окончания каждого дня, вот у нее в кабинете, со своей же тоже сотрудницей, которая занимала должность главного специалиста, она просто сказала такие слова, что ваш бывший начальник был очень хороший человек, как специалист, грамотный, но он не работал ни с теми людьми. Поэтому, если вы не будете работать с нами, соответственно, будут какие-то выводы. Я понял так, и учитывая то, что инвентаризация прошла не так, как положено, не так, как по закону, как нужно со всеми этими самыми, чтобы по-быстрому подписать указание, подписать 19-м числом, я принял решение, точно так же, как та сотрудница, которая со мной была, она написала заявление о расчете. Я написал чуть позже заявление о расчете. А скажите еще раз, представьтесь, как вас зовут и какую должность вы занимали? Андрей Владимирович, занимал я должность заместителя начальника управления коммунальной собственности и землеустройства Стахановского городского совета.